Школа номер один Беслана, как и любая другая, шумная на переменах, затихающая на уроках, на три дня стала адом для сотен учителей, учеников и родителей. В 2004 году в результате теракта там погибли 186 детей. Первые числа сентября, когда вся страна и весь мир следил за событиями Беслана, навсегда останутся в памяти человечества. Скажите, в чем повели дети и как Беслана вернусь? Погибших вернуть нельзя, но можно объединиться и искоренить терроризм как явление. На это направлены акции, которые проходят 3 сентября в России. В 20-й школе в этот день прошли различные мероприятия, которые были адаптированы под возраст детей. Десятиклассница Екатерине Безруковой 16 лет. Она ровесница тех страшных событий в Беслане. Девушка считает, что об этом надо помнить и стремиться искоренить терроризм. В силу возраста я не помню этих событий, но считаю, что об этом нужно обязательно говорить младшим поколениям, чтобы это не забылось, потому что то, что произошло, это теракт, это ужасно. Такого больше не должно повториться. Поэтому необходимо это помнить, об этом говорить и привлекать к этому внимание. С ребятами среднего и старшего звена проводили классные часы на тему безопасности и толерантности. Рассказывали о правилах поведения в критических ситуациях и методах борьбы с терроризмом. Для старшеклассников позиция такая, задача, цель. А может быть, кто-нибудь из них, поучаствовав в этой акции, для себя выберет профессию защиты нас с вами от террористов. Понимаете, опыт вот такой в школе 20 у нас уже имеется. В 2002 году во время теракта на Дубровке погиб бывший ученик 20-й школы Константин Васильев. Он был подполковником российской армии и, следуя офицерскому долгу, решил обменять свою жизнь на жизнь заложников. Но террористы его расстреляли. О подвиге саровчанина старшеклассники рассказали своим младшим товарищам во время экскурсии в школьном музее. Для учеников младших классов организовали конкурс рисунков на асфальте. Чтобы они понимали ценность своей жизни и ценили жизнь других. И умели в нужную минуту все-таки сориентироваться и максимально, насколько это можно, овладеть собой и защитить себя. Благодаря стараниям детей территория возле школы превратилась в яркий холст. Ребята рисовали все, что связано с миром, радостью и жизнью. Поэтому на асфальте появились изображения солнца, неба, планеты, земля и, конечно, государственных символов страны. К ученикам присоединились и родители. У Екатерины Неконоровой в школе учится сын, подрастает дочь. На акцию она пришла, чтобы показать сыну важность участия в таких мероприятиях. Мы сейчас живем, к сожалению, в достаточно сложный, жестокий век современности. И важно детям с раннего возраста прививать именно мирные отношения к жизни. Говорить детям о том, что добро и мир все победит. Объединение усилий родителей, педагогов, учеников в борьбе с экстремистской идеологией, пропаганде мира и толерантности. Воспитание в детях активной гражданской позиции позволит в будущем избежать трагедий, подобных той, что произошло в Беслане. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.